Мы работаем и стараемся не обсуждать такие вещи, но здесь такая неприятная история, когда, собственно говоря, Одесская область работает с переселенцами, помогает их, разместила их под личное обещание губернатора. И такое сейчас ощущение, что это странная и ничем не объяснимая атака, и выброс информационный, он связан с попыткой просто переложить с больной головы на здоровую. Мы ведем свою программу, люди, которые мы вывозим, мы их размещаем. Если у них родственники, они идут к родственникам, если у них нет, а это опять-таки наши критерии, это дети, женщины с детьми, особенно одинокие женщины с детьми, это пенсионеры, это инвалиды. Если им некуда ехать, то мы им помогаем, мы их ведем, мы их не бросаем, мы им обеспечиваем жилье до первого. Но вы не писали письмо, ему это не писали насчет налогов? Нет, 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 там ничего не было про налоги. Я вообще не понимаю, читал ли он наше письмо, потому что, собственно говоря, те вещи, которые он говорит, он апеллирует совершенно к другому. Он говорит, что мне ответят про налоги, и поэтому мы вынуждены были опубликовать наше письмо к нему, где мы точно говорим, что мы проделали, за что мы несем ответственность, что мы можем и что мы не можем сделать. И мы вообще-то не сказали, что, ну нет, мы сказали, давайте системно работать, давайте системно сотрудничать, давайте смотреть. И, честно говоря, у нас сейчас идет работа по двум базам в Одесской области, когда мы смотрим, куда наши помогут поехать люди, которых мы вывозим. Вот, завтра мы очередную вывозим группу людей, 100 человек, из Луганска, везем в Киев. Мы точно знаем, где они будут размещены. Точно такие же точки нам нужны и в Одессе, то есть мы готовы к такому сотрудничеству, мы просто не готовы вот к такому подходу, дай миллионы, закрой, закрой просто какие-то дыры золотые. Мы к этому не готовы. Хорошо, спасибо. Спасибо.